Здарова народ, сам Кирилл Сакаст. Здарова пожаловать на канал Крипто Геймерс. Сегодня поговорим про новую NFT игру под названием Грид. Грид находится на Gala Games. Но это не их проект, который именно сами разрабатывают Gala Games, как Mirandus, как Tone Star. Это проект сторонней студии, который размещается на Gala Games. Ну, пример это Spider Tank, кто играл. Но стоит отметить, что все проекты на Gala Games, они сделаны на высоком уровне, в них приятно играть. То есть, это игровые проекты, где можно будет заработать. То есть, в первую очередь, это играй, дальше зарабатывай. Что касается запуска проекта, то есть, сейчас идет открытый бета-тест. Что интересно, играть через, ну, по классике, как в Spider Tank, нажимаем Play через сайт. И дальше переходим в игру. Тут система немножко другая, проект размещен на Epic Games. То есть, скачиваем Epic Games и оттуда качаем Грид и дальше заходим. Проходим, как раз-таки, тут проверки через Gala Games. То есть, соединяем аккаунты и играем. То есть, решили они так размещать свой проект. Возможно, больше трафика хотят получить. Но, я считаю, что это плюс. Конечно, исключением был это Chain Monsters, да, которые в Epic Games как-то провалились. Но посмотрим, как будет именно с Gala Games. Потому что экосистема пользователей в ней довольно-таки большая. Большая. Ну, и перед началом данного видеоролика, по традиции, лайк, подписка и любой комментарий для продвижения контента. Друзья, просьба. То есть, если кому-то будет не лень при регистрации, как я понимаю, я снизу укажу реферальный код. Просто его введете. Это для статистики и как раз-таки для доп. билетов именно в Spider Tank. Еще, в принципе, пока актуально. Но это кому не лень. Что касается самого проекта, жанр это Королевская битва, сеттинг, вестерн. Довольно-таки необычное сочетание. Я не вижу смысла сравнивать данный проект с другими Королевскими битвами. По типу Папка, Портнайта. Потому что, ну, мы понимаем то, что игры вот эти далеко ушли. И блокчейн игры, они только начинают догонять. Ну, и, в принципе, набирают обороты. В игре у нас будут сезонные мероприятия. То есть, какие-то сезоны, там, две недели. Скорее всего, это какой-то месяц будет. Где будет и фришная составляющая. Но награды, понятное дело, тут какие-то совсем скудные. Если купишь, соответственно, будет большое количество разного кастомайза. Также есть книжки, которые будем закрывать. Тут нанести нужно будет количество урона. С какого-то оружия пострелять. Сделать убийство. И дальше мы получим разные реварды. То есть, разные книжки закрываем, разные награды получаем. Ну, это, я так понимаю, тоже какой-то больше кастомайз. Давайте посмотрим, как игра выглядит. Честно сказать, она пока еще плохо оптимизирована. Это чувствуется, потому что при записи у меня два раза OBS просто зависал. Потому что OBS сам по себе, он очень много процессоров съедает. Компьютер у меня не слабый. Но, как бы, совместить два проекта сейчас тяжело. Но посмотрим, что будет. Есть еще необычное решение в проекте. То есть, у нас, когда мы стартуем в игру. То есть, мы сейчас нажимаем. И у нас будет показано три рандомные карты. После того, как соберется лобби. То есть, у нас пока два игрока. И, видите, будем ждать. Соответственно, я ждал один раз пять минут. В какой-то раз зашел. И лобби стартануло. То есть, у нас, получается, фишка в том, что вот эти три рандомные карты, когда у нас матч стартанет, они открываются и будут дополнительные условия. Было у меня одно из условий. То, что радиус будет смещаться к одному из поездов. То есть, поезд, он, получается, ездит по рельсам. И вот этот радиус у него будет постоянно. То есть, самая сейв-зона, получается, на поезде. Как-то выпадала карта со второй жизнью. То есть, вас убили. И дальше, после того, как вас убили, вы перерождаетесь и отправляетесь заново на какую-то точку. То есть, и такие бывают условия. Бывают какие-то просто бонусные экспи за убийство с пистолета, дробовика и так далее. Началась игра. Поиск примерно минуты три занял. И дальше у нас показаны различные вот эти карты. Что они пока делают? Без понятия. Кстати, у нас показана точка, где будет основное событие. Возможно, тут какой-то каньон или что-то, не знаю. Либо какой-то пост. Но первая точка показана. Если это был бы поезд, то есть, эта точка бы смещалась. Остальные карты. То есть, есть какая-то бонусная экспа при перемещении на лошади. Ну и третья, честно говоря, фиг знает, что она делает. А игроков у нас нашлось 13. Я сейчас буду пытаться искать какое-то вооружение. Оно тут делится. Тоже есть броня, хилки. Есть гранаты. Он же динамит. Есть оружие ближнего боя. Ножи, топоры, пистолеты разных видов. Дробовики ближнего боя. Есть с коротким обрез. Есть с длинным стволом. Плюс винчестеры. То есть, это что касается вооружения, которое я видел. Также все это вооружение, оно еще делится на разные грейды. То есть, комоновские, комоновские и так далее. То есть, видите, тут у меня уже дробовик. Синенький. Так, поехали. Лутаемся, лутаемся, лутаемся. Что-то поинтереснее. Так, давайте это... Главное броню найти, потому что броня, на самом деле, довольно-таки неплохо сейвит. Такая даже есть смог граната. То есть, ну это получается у меня два винчестера, пистолет. Надо все, естественно, зарядить. Но жизни, кстати, у меня не полные, потому что я как-то там где-то шмякнулся. Но точка, походу, это не смещается. То есть, тут нет такого фактора рандома. Она как-то, вот видите, как в одном месте оказалась, так и все. Что касается стрельбы. Давайте постреляем. Вот так это примерно выглядит. Многие скажут, плохая стрельба, хорошая. То есть, надо тестировать. Еще у меня, кстати, пинг довольно-таки большой. То есть, пинг 200. Это довольно-таки, конечно, дофига. Но я пока вот записывал два раза. У меня два раза в конце почему-то ОБС просто взорвался. Возможно, там были битвы на поезде. То есть, и может быть из-за этого. Не знаю. Может быть, реально все-таки еще проект довольно-таки плохо оптимизирован. Все-таки не стоит это списывать со счетов. Так, ладно, мы тут залутались как-то. Фиг знает, что тут Плайна делает вещей. Так, поехали кого-то пытаться искать. Ну, видите, круг смещается. Смещается он довольно-таки быстро. Давайте попробуем поездить на местных машинах. Кстати, вот что-то там подсвечено у нас. Блин. Еще тут это перемещение на лошадях, как в любых играх. Такое довольно-таки специфическое. А, то есть, корона получается. И дальше, я так понимаю, я, наверное, буду для всех. Это лакомый кусочек. И, может быть, радиус будет смещаться под меня. Давайте посмотрим. Или нет. Нет, по-моему, он не смещается под меня. Но посмотрим. Так, у меня там все оружие заряжено или нет. Я буду просто сейчас с коня вот так. Бам-бам. Может быть, какие-то бонусы дает это. Я помню, корона была точно в Фортнайте. Там, когда ты первое место занимаешь, у тебя есть это корона. И дальше ты там занимаешь, когда в следующий раз, если занимаешь первое место, у тебя как-то корона настакивается. Там 2 победы, там 3 победы и так далее. Эта корона как раз-таки выпадала. Опа. Есть первая. Первая жертва наша. Так, есть попадание на 12 целых. Вот это урон. Он, походу, испугался даже, не? Все, он на перезарядке. Посчитал количество выстрелов, он на перезарядке. Против им как-то состыковаться. Есть попадание. Но, по-моему, дробовиком стрелять намного... Намного лучше в этом плане. Ну, на коне. Хотя фиг знает. Пробуем дожимать его. Ну, естественно, он куда-то свалил. Просто понял, что ему со мной ничего не сделать. По-моему, хедшот я ему поставил. Прямо на ходу. Но это такое. Так, ну, мы будем на коне, кстати, перемещаться. Но единственное, что у меня патронов мало, чтобы таким заниматься. Как-то залутать его. Надо найти, где там его вещи, да? Которые... А, вот они, кстати. Блин. Тут, конечно, лутка. Ух ты. Что-то мне кто-то попал. Беги, беги, беги. Так, куда ты стоишь? Видели, как меня просто убил чел? Он два раза попал, еще так криво в броню. И потом меня как раз-таки убил. Но вот, надо, как и в любых таких проектах, надо лутаться быстро. Иначе ты умираешь. Ну, вот такая вот игра, друзья. Напишите в комментариях, что думаете. Понравилось, не понравилось. Лайк, подписка и удачи.